друзья если вы устали от всех вот этих вот топовых моделей которые свалились на мой канал за последнее время то самый раз посмотреть этот ролик и чуть-чуть расслабиться выдохнуть от тех цен которые стоят те модельки и посмотреть на одну недорогую бюджетную модельку от cvg tx с давно у нас не было ничего от cvg и вот появилась но перед этим я хочу сказать спасибо вам дорогие зрители подписчики те кто ставят лайки комментарии те кто смотрят до конца вам вообще вот низкий поклон и все возможные респектосы от меня вот и спасибо вот вот этим вот людям благодаря которым те самые топовые дорогущие модели появляются у меня на канале потому что всего не купить особенно такие модельки я так точно купить не могу вот и благодаря тем людям которые присылают модельки донатят для на расходы по пересылкам а вот и вообще просто берут и помогают каналу это все возможно кстати их имена вы можете не надо ставить на паузу там читать искать искать знакомых вы можете прочесть их в описании к этому ролику там же вы найдете ссылочку на магазин cvg официальный в котором я брал эту модельку там же вы найдете ссылки на инсту фейсбуке и на все 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 остальное заходите смотрите кстати магазин ccvg я раньше много у них что брал как-то вот ушел от них не знаю почему как-то в другую сторону меня унесло хороший магазин действительно могу рекомендовать все у них там в порядке там даже какая-то своя сложная система скидок купив сколько-то моделей вы получаете скидки но все что напишите у них спросить они мне когда-то когда-то давно писали но я уже даже не помню как это выглядит вот и так ребята стараются уступить тоже за что им большое спасибо вот поэтому это вот система скидок я так и не понял как она работает но но она есть да помню что суслика видишь нет а он есть все друзья я все сказал теперь давайте посмотрим что и как у нас здесь итак друзья вполне стандартная ситуация для 13 долларовой модельки до обычный спичечный коробок не менее не облегченный просто стандартный с принтом самой модельки с названием на том что у нас это cvg txs вот технические характеристики сзади есть ну то есть вот микрофон цвет и технические характеристики импеданс 22 ома чувствительность 115 децибел плюс минус 3 децибела и частот и частотка 20 герц 20000 герц все как бы стандартно все как всегда но открываем язычок у нас тут тянем подтянем и вытянуть можем открываем и вот такая у нас витрина вот такой ложемент вместе с отверстиями для амбушюр кстати их отсюда доставать если вот так вот дома там храните надо тебе что-то достать то получается гораздо удобнее чему достал внизу какие-то вот эти моменты там пока вытянул их пока в пакетике где-то вот как бы раз и классненько и вот они вот же они красивые кра с красным сердечником амбушюры которые обычно клали в трэн и перестали ложить но ребят это не они они вот немножечко мягче те были более упруги тут юбчоночка такая вот видите ну видите не видите ну вот как бы я думаю видите немножечко мягче достанем саму модельку на них уже установлены средние амбушюрки моделька у нас с переключателями частот вот левый правое обозначение два компенсационных отверстия кстати оптичках металлический носик и металли металлическая же сеточка ну сеточка классно а носик металлический он может быть как плюсом как минусом но я вам потом сравнительном обзоре покажу такой не секрет буду сравнивать моделька трен мт-1 макс потому что вроде бы как они там одного где-то поля ягоды я честно мужик забегая вперед такой спойлер легкий сделаю но не сильно ни одного поля ягодой и ну то есть проскочила информация что здесь может быть один динамик тоже как бы ну я в этом не уверен что здесь стоит один и тот же динамик так что как бы вот так полежит эта моделька вот такой вот кабель тоже замечательно то что он старый вот этот вот четырехжильный витой меньше будет пружинить меньше будет микрофонного эффекта и что хорошего в этом факт кабеля этаж наушники ну в принципе вы не будете с усилителями ну максимум с донглом будете слушать то есть каких-то там как вот ну там мой фио q3 тут точно не будет здесь есть управление то есть она как пультик работает пауза play громче тише переключение треков если под зажать вот это вот ну вот бомба для телефона ну чем просто вот когда там микрофончик вот это вот сильная тема очень даже удобно будет все это дело делать поэтому кабель в принципе ну для бюджетных на ум нормальный ну пойдет хотя по звуку ну честно я вы все знаете что это лучше выкинуть и взять что-то будет сюда гораздо достойнее я с этой моделькой проверял несколько кабелей вот сейчас вот обзоры по субботам на них выходят можете посмотреть определиться что туда лучше подойдет у меня было две скрепочки вот одна из них и вот вторая вот в этих двух пакетиках видать подошиблись подкинули как знали что на обзор уедет и показали щедрость щедрость смотрите вот такие вот мануалы этот доставать не буду все на месте контроль качества пакетик довольно таки неплохой для хранения и переноски наушников можно использовать он просто отлично он плотненький открывается этот зипик вот ну нормально закрывается чтобы там не болтались где-то не валялись вот так вот кстати тут в комплекте была еще вот я снял ее вот такая смоточка чтоб не затаскать не это от сивиджи вещь полезная в хозяйстве жалко прослужит недолго давайте еще раз взглянем на наши наушники перед тем как мы сделаем замеры а посмотрим мы на фейсплейты вот у меня ассоциация сразу возникла с какими-то роботами трансформерами вот эта тема помните десептиконы отступаем они постоянно там отступали постоянно как бы их оптимус прайм со своей командой автоботов про гонял вот такие грозные десептиконы которые завоевали там всю планету мегатрон в результате постоянно терпилили от автоботов но это мультик сказка и в детстве так было но кто-то говорит что напоминает какую-то вот мотоциклетную тему у кого какие ассоциации возникли милости прошу в комментариях будет очень интересно почитать это дело ну теперь давайте взвесим и померяем размеры смотрите вес одного наушника без амбушюрки у нас 4,3 ну ничего так нормально весит да а если с амбушюркой 4,7 грубо говоря ну и два наушника 9,3 вот так вот получается а длина в самом длинном месте 23,5 пусть будет округлим и в самом широком месте 18 миллиметров и самое главное самое нужное из всего этого это диаметр звуковод звуковода и он у нас 5 миллиметров до без бортика для удержания амбушюр с бортиком 5,5 все все ритуалы выполнены давайте разговаривать о звуке ну и о звуке этих наушников знаете у CVG получилось сделать довольно таки самобытную а главное хорошо реализованную модель с напористым хорошим таким для 13 долларов разумеется сегмента до 20 долларов с напористым таким звучанием и с регулировкой частот если вдруг вам не нужен вот этот вот напор а смотрите как звучат здесь низкие частоты если все выключатели поднять вверх звучат они объемно звучат они массивно звучат они с напором чуть-чуть вот как бы на приближении к вам касаемо остального скажем так спектра АЧХ саб часть здесь выраженная есть она такая вот хорошая рельефная уводящая на глубину мид часть и есть но широкая может кому-то нравится такая вот прям мясистая в ширину вот сильно тело у бас-гитары под увеличено контрабас тоже звучит как бы шире мясистей чем чем должен быть чем вообще как бы это дело привычнее вот но поправить все это можно щелкнув выключатель вниз мы не теряем низкие частоты не становится вот как бы так чтобы это все было без них просто объем уходит напор уходит появляется больше ощущения тяжести больше какой-то хлесткости даже легкое подобие какого-то пальча чуть-чуть добавляется к скорости но все равно на мид части ощущается вот это вот раздутое тело бас-гитары немножечко с уходом в какой-то худеж не прямо чтобы это там вот конкретно это ну я лично так не люблю но те люди которые любят помасистей пожирнее вот так вот с холестеринчиком чтоб им обязательно это дело понравилось причем ну выключатели как раз вот помогут вам в плане того что если электронная музыка и хочется объема ширины напора вот прямо аж там находиться то выключатель вверх отвечающий за низкие частоты если же инструментальная музыка что-то хочется ну какой-нибудь металл рок что-то хочется там повыслушивать что-то попробовать чтобы низкие частоты не мешали отщелкиваешь вниз и все как бы ширина объем уходит внимание меньше чуть-чуть больше внимания даже к скорости чуть-чуть прорисовывается техничность знаете сам удар бас бочки он такой вот как бы мощный напористый и вот вроде бы в нем есть и плотность а вроде бы через него и слышны удары по малым барабанам есть некая техничность и вот они как-то так и и через бас бочку их слышно и как бы вроде они еще обтекают потому что вот этот момент когда клавишу вниз за низкие частоты отвечающие то как-то вот все плотнее становится ну плотнее и весомее и тогда вот как раз вот этот вот момент с обтеканием ударов по малым барабанам палочками происходит но когда вверх и объем то вроде бы как через него проходит но все равно что в том что в ином случае есть техничность слышно удар от удара все в кашу не сбивается даже есть как бы легкое понимание совсем легкое но позиционирование что как бы не в одну точку барабан налупят а там верх-низ право-лево ну ощущается это со смартфона конечно нет но с усилителя да вот как бы так навряд ли вы будете слушать эти наушники с чего-то подобного но в принципе у них такая вот скажем так они могут если им дать проработку и усиление достаточно со смартфона все будет более проще будет более в кашицу со смартфона я даже вот вам бы не рекомендовал кабель менять но в этом нет никакого смысла он там и как блок управления и так в принципе ну при замене кабеля прирост будет ну совсем минимальнейший там 1-2 процента а потратиться в кабель будет купить сюда надо хотя бы там долларов за 20 за 15 что-нибудь посеребренное что-нибудь нормальное но это уже с усилителя тогда это будет ну нет никакого смысла в этом если только у вас не лежит этот кабель и вы не взяли попробовать поиграться эти наушники чтобы потом кому-то подарить но в этом случае тогда да ладно возвращаемся к нашим овечкам посмотрите на работе девушки дал попробовать ну я там рассказываю всем что канал это самое все дела может что-то захочет наушники купить мне бы это было бы скажем так полезно из канала я не хочу делать магазин там на диване и все прочие вещи а под распродать уже накопившаяся давно бы не мешало бы чтобы взять что-то новое крутое на обзоры вот я кстати для этого сделаю отдельный канал в телеграм я его приложу в описании этого ролика вы пока подписывайтесь я пока туда мы посмотрим как это дело пойдет я туда пока буду выкидывать фотографии с этими самыми с тем что я уже буду продавать то что мне уже для обзоров будет не надо а под фотографиями там и комментарии можно будет писать в самом канале нет но как бы фотку комментировать можно будет ну как как то мы там с вами будем обсуждать этот момент посмотрим во что это вырастет хочется чтобы это все тоже было правильно качественно хорошо а не так вот это вот лишь бы нажиться или или прочие вещи ладно все возвращаемся сюда так вот эта девчонка это объем такой как будто бы я там прямо вот в этой музыке нахожусь говорит все это со всеми выключателями поднятыми вверх она там буквально пару секунд послушала ну 5-7 может быть а вот потому что на работе надо работать и давал же я из fio q3 это вообще-то дину как я и сам слушал и на вот этом вот серебряном кабеле еще раз говорю что со смартфона так вот четко все это дело звучать не будет со смартфона все это будет весело объемненько более-менее слитненько как бы вообще с серединкой со всеми этими делами все это будет чувствоваться плюс еще вот эти вот клавиши можно порегулировать и вообще отлично ну мы с вами определились что низкие частоты массивные если их подсбавить они будут меньше в ширину вот как бы тем самым задавая иллюзию небольшой скорости и тем самым вводят вставляя плотнее и глубже вот мид часть вот тоже как бы ну широко ну музыкально но я люблю более подсушенную более информативную часть ну для музыкальных вот ну вот знаете не хочется докапываться для музыкальных наушников они звучат вот здорово здорово потому что и низ есть и в середине все отлично и даже в и че как бы там ну в принципе на нормальном уровне для 13 долларовых наушников смотрите середина струны детальность слышно они рисковатые агрессивные немножечко со злостью но тоже широкие тоже как бы есть на них висок такой высокая агрессивность везде как бы это присутствует чуть-чуть они назад отведены от низких но это если все выключатели вниз если вверх если низкий опять-таки отщелкнуть вниз то выходит чуть вперед красавица серединка и вот там вы уже как бы окунаетесь вот в эту вот игру гитарных инструментов в игру инструментов играющих в среднем регистре ну таких как например гитары ритм и соло вот струнка от струнки все это звучит все это можно расслышать даже со смартфона вот там вот там каши никакой нету не так как на них не во включенных не в выключенном положении если выключить второй выключатель который отвечает за вторую половину АЧХ то немножко будет отведена назад вот это вот резкость немножко сбавится агрессивность не тем что она сгладится и станет более музыкально а тем что чуть-чуть отведется назад и тем самым как бы не будет резко бить вам по ушам перкуссионные инструменты ну нормально отыгрывается расстояние между ними небольшое тоже воздух присутствует идет наполнение воздухом этих инструментов поэтому немножечко вот они могут так сбиваться то есть такой четкости тонкости прозрачности там нету но и какой-то вот сверх мутности сбивчивости то тоже нету вот как-то где-то вот посерединке хлопки и щелчки все это слышно все как бы нормально опять-таки не выведено вперед там чтобы не сильно это резко но вот чувствуется все равно какой-то вот момент такой легкой агрессии ну это когда все вверх выключатели подняты если опять таки то что вы отвечает за вторую половину а чиха ближние кучи опустить чуть-чуть назад отойдет и вот это вот резкость идет тут уже будете регулировать как вам самим будет удобно но главное что там как бы все с этим моментом в порядке в кашу это не сбивается толстенькие послезвучие риберверации вот чуть-чуть может быть под увеличенной от натуральных но опять-таки это все идет в угоду музыкальности этим наушникам в угоду того чтобы это со смартфона смотрелось мощно в угоду того чтобы но это усилитель мне тут на частички грубо говоря на атомы это все дело раскладывать а со смартфона это будет немножечко слитней и вот просто вот заливаться в уши как вот музыкальная такая подача вокал вокал выполнен интересно интересно тем что и в глубокий низкий мужской вокал захочется вот окунуться захочется сопереживать вокалисту ну я сейчас говорю за какие-то вот лирические моменты для лирические исполнения вот но и как бы расстраиваться вместе с высоким вокалом ты тоже будешь ты тоже будешь вот аж с ним высоко подыматься вот но это опять таки не вот не сверх детально не сверх это но достаточно хорошо музыкально сделано вот для 13 долларов я имею ввиду достаточно хорошо музыкально сделано да вот где-то в мужском вокале там чуть-чуть в низком чуть-чуть излишней риберберации чуть-чуть вот больше чуть-чуть вот как бы вывернут он вот так вот чуть-чуть больше там акцента ну на низких же здесь есть акцент и вот на низкой части вокала чуть-чуть больше акцента чем ну на самом деле бы хотелось ну мне лично чем вот это будет академичнее скажем так звучать но все же а высокий я бы хотел может быть чуть более резче но опять таки не каждому человеку это подойдет вот кто-то есть не очень любит когда это резко происходит поэтому как бы вот вот так и куча к самому скажем так вкусному если отчелкнуть все вниз лучше будут хорошо отодвинуты назад и если там у кого-то есть какие-то проблемы с этим диапазоном они ну не должны поколебать ну как как я это у меня просто проблем с этим диапазоном нету мне очень не нравится когда там песок рейси сибилянты вот эти вот вещи я не люблю вот ну когда нормально проработан желательно с ярчинкой мне нравится с легкой такой агрессии здесь это нет здесь они ближе к металлическим здесь есть чувство того что когда удар идет по тарелочкам все это рассыпается раздельно но это опять таки при выключателе который отвечает за эту часть диапазона поднятом вверх вот четко это с небольшим таким металлическим шелестом но не сбиваясь в кучу послезвучия какие-никакие но опять таки вот эти которые вот в этом ценовом диапазоне 13 долларов они присутствуют но они больше толстые чем тоненькие вот поэтому изящества какого-то в них нет но четко показано что низкие и высокие частоты здесь есть и вот попытка проработать их тоже присутствует ну и к концу вот так вот 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 этого по повествования звуки я бы сказал что наушники вышли довольно таки универсальные хочешь электронную музыку которая вот прямо вот такая объемная там драман basic какой-то вот там где именно низ поттер трансик такой вот как бы с хорошим низом напористым да классно отыграют эти наушники хочешь послушать инструменты там где-то метальчик бракешник какой-то ну я бы лично подобрал кто-то даже не будет убирать вниз но я бы лично опустил выключатель за низкие частоты которые отвечают вниз и попер бы слушать и там мод можно было бы от детальности от какой-то ну не сверх ну и она присутствует получать тоже удовольствие поэтому наушнички вышли вот такие универсальные интересные за 13 долларов я считаю это это очень даже хороший результат ладно давайте сейчас по быстренькому сравним с другими их конкурентами и так друзья смотрите какое мнение мое по поводу этой модели и где ее поставить в моем личном топ рейтинге еще раз подчеркиваю в моем личном топ рейтинге такие модели как трен мт-4 или же трен мт-3 вот она эту и эта модель обходит с головой там же там же и с ними и сися с xs даже не доставал их вот обходит почему потому что это все модели такие вот ну знаете басистые низоцентричные вот а эта модель она во первых у них когда бас полу поднят вверх выключатель низких частот она воздушная то есть у нее есть там воздух есть ширина есть наполнение не плотный не просто такой при прибивающий вас бас к земле а вот именно то есть как бы в нем что-то происходит в нем есть жизнь не мертвый а живой бас вот но во вторых если как бы вам надо убирается клавиша вниз и все становится немножечко плотнее убирается вот этот объем и можно как бы послушать да как я уже говорил что-нибудь инструментальное чтобы бас не отвлекал от прослушивания поэтому как бы все вот эти вот мясистые модельки остаются остаются позади там на 14 месте у нас есть еще саль ноц зеро и ну многим очень почему-то нравится эта модель мне она со старта не понравилась и у меня уже даже нет но эта модель мне нравится больше она и дешевле то на 7 долларов больше опять таки из-за возможности вот этого вот тюнинга звука а во вторых у саль ноц шикарнейшая середина да здесь середина проиграет однозначно вот но вата на низких частотах и глубоко отведенные назад в че которые как бы портит всю картину середина еще раз повторюсь у зеро шикарнейшая и данной модельки от cvg txs очень далеко до этой середины но свои края диапазона в че и н че здесь гораздо шикарнее поэтому ну вот обойдем скажем так на зло врагам на радость маме обойдем эту модельку флашечка вот у нас лежит от си 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 фла но она проще она знаете ровнее ну и нету у нее какого-то такого вот какой-то резкости на серединке вот как как-то она так ровно сбитенько простенько безо всяких каких-то вот вот изюминок ну а она вроде бы прикольная тем что она вот такая вот ровная вот но все таки здесь проработка середины тоже вроде лучше чуть чуть злее чуть чуть ярче гитара чуть чуть лучше переборы ощущаются все это как как как-то знаете более более эпичный более как ну как как есть такое подобие какого-то фейерверка что ли а здесь все как бы проще ну и скучнее вот вот просто почему да потому что она вот просто скучнее она не не то чтобы там из-за того что она техничная четкая там струна от струны она вот ну скучнее все а вот и кибир шторм тоже эта модель очка обходит где-то очень похоже с ней где-то очень не похоже но опять-таки вот эта система выключателей похожа на тем что там у кибер шторм тоже объемный низ объемный напористый воздушный вот здесь вот он чуть чуть меньше чуть чуть в объемы когда включена вверх выключатель вот но как-то как-то более приятней как-то более вот насыщенный здесь у cvg txs в низкие частоты но и во всем остальном как как как-то вот знаете более это то ли стурразней то ли мелодичней выглядит ну как как-то вкуснее здесь вот подается музыкальный музыкальное полотно поэтому мы тоже обходим попадаем на одиннадцатое место до кибирки с 1 и до кибирки с 2 этой модельки если так честно вот немножечко далековато но опять-таки чисто из-за своей универсальности они бы могли рвануть эти две модели но мы же тут как бы не универсальность меряем а звучание и поэтому это одиннадцатое место все я свои выводы сделал свою работу закончил дальше наш технический эксперт аудио белка дегу желтых сегодня мы с тобой кайфуем ладно малыш иди поработай короче говоря вы свои выводы уже сделали с того что я вам показал да рассказал давайте пусть наш экспертик сделает свои выводы у него выводы очень простые говорит погладь меня да маленький а как модель к тебе вообще никак ну иди посмотри скажи сделай свою важную экспертную оценку о-о-о-о-о зашла зашла видели оценил ну все а то он ее сейчас схавает весь стол мне тут переметит этот может буду я его гладить дальше а вам всем спасибо большое за ваш просмотр до этого момента и от всей души всего самого лучшего пока